что друзья воскресенье следующая варка правда у меня остался последний солод аббатский и пэлэль вот я думал что чтобы такого сделать а тут оказывается у меня в морозил очки с лета есть клубничка замороженная 800 грамм а ну-ка сделаю сайзан для жены она любительница такого не горького фруктового пивка забабахал рецептик сейчас его организуем солод пэлэль аббатский дрожжи буду использовать английский юнкс эль ест лияст как-то не знаю как дрожжи правильно называется клубнику замороженную 800 грамм хмель буду перле 5 грамм для горечи и потом традиционном 15 грамм охмелять все остальное у нас где-то будет 8 9 единиц горечи такое практически не горькое самая обычная схема затирания одна отварочная 52 кипяточком подниму до 65 потом отварочку одну сделаю до 75 подниму ну в принципе и все клубнику 200 грамм закинул в основной затор чтобы немножечко понизить пиаж и сделать лучше экстракт выход экстракта а остальные 600 грамм это я уже буду за полчаса до конца кипения кипячения закинул само сусло чтобы она проварилась чтобы аромат не улетучился чтобы все такое было ну все варим 80 минут хмель перле за час до конца потом tradition 10 грамм за полчаса и за 15 минут до конца варки все охлаждение засев этими дрожжами юнкс английскими брожение обычный эль будет 17 дней у меня пускай отбродит на 16 и 18 и потом перелью по бутылочкам пускай карбонизируется ну что в принципе ничего сложного будем начинать понеслась все познается в сравнении сначала через эту блюху вот так полтора часа блин пять килограмм рука отсыхает уже хоть и трели в этой а тут минута готова 54 градуса вода нагрелась сразу водичку поставили 10 литров на закипание чтобы поднять потом нам до 65 клубнику я сразу закинул вот клубничка 200 грамм наша плавает компотик пахнет обалденно ну и засыпаем наш клубничный компот солод и калашматик 53 градуса супер тут же в чем прикол белковые паузы они лучше действуют гидролиз более густых заторах а осахаривание в более жидких поэтому у нас белковая пауза будет густая а потом мы добавим 10 литров кипятка на осахаривание поднимем она разжижется и осахаривание у нас более гладко пройдет наука 20 минут дымки дазы прошло как раз у нас водичка закипела поднимаем до 65 70 многовато немножко холодной воды ровно 66 40 минут выдерживаем осахариваем ну и сразу поставлю воду на промывку литра восемь получилось хватит 15 минут пошла отварочка наша с клубничкой ну все за полчаса она у нас закипит и поднимем до 75 компот клубничка солодовый поднимаем до 75 я думал как дача гейзер метров 15 ну давай 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 разлом земной коры вселенская катастрофа кухонных масштабов 73 градуса не дотянули 2 градуса до запланированного нормально а промывочная у нас уже закипела фильтрация аккуратно овчан его рубашечку снять уже все варим час до конца варки первый хмель перле 5 грамм вторая партия tradition 10 грамм а еще вносим сразу же остаток клубники на 600 грамм и запаха суперский будет 15 минут до конца варки закидываем последний хмель и чиллер конец варки клубничку нашу надо собрать чтобы она не забила трубу все отлично внесем на охлаждение все у нас чистенько стерильненько мешочек наш обеззараживается фильтрационный ну понеслась ну все фильтрация закончена грязи много засыпаем дрожжики вот такие дрожжики наши 3 литра праймера у нас есть конечная плотность 12 процентов все клубничный эль отправляется на брожение ну вот праймерок поставил прокипятить клубничный наш так замеряем плотность у нашего клубничного эля бродил при 16-17 градусов где-то вот так это две недели выбродил до 5 процентов ну как раз нам хватит бутылки декарбонизируется добавим фраймера кислячок такой с кислиночкой с кислиночка идет ну запах такой не клубника точно что-то вина пиво пив вино что-то такое ну оригинально оригинально ну в бутылки декарбонизируется там вообще другое будет наливаем отлично пахнет замечательно сразу с биртиком все через час разливаем ну вот наш клубничок разлит мутноватый для вкуса это не помеха посмотрим что получится привет друзья на дворе конец апреля еще довольно прохладно а у нас уже созрела клубничка наш любимый клубничный эль такой весенний сайзом так что горю желанием его попробовать что же получилось не сильно не сильно хлопнул ну ладно посмотрим как наливаться будет так что вот это что пенка небольшая сравнительно обычно как у меня нормально держится запах 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 пивной но но явный явный винный такой привкус идет запашка фруктовость какая-то что ли немножко вроде как фенольным таком пшеничка отдает не терпится уже пробую вкусная есть какие-то фенольные присущие пшенички солодовый пошел немножечко совсем чуть-чуть фенольные потом винная идет такая нота а потом такая хлебная солодовая мощная хорошая очень приятное пиво мель практически не чувствуется горечь идет практически практически не слышно хмеля сейчас фенольные тона идут на запахе и в послевкусии идет солодовый а в середине когда пьешь винная нотка такое очень очень оригинальное приятное вкусное пиво очень классное просто все знакомые пугаются название клубничный сразу вспоминается какие-то жуткие напитки типа бермикса или там гараж которые воняют просто химическим ароматизатором вот и каким-то сладким лимонадным вкусом нет это это нормальное пиво обычное нормальное пиво с пивным запахом с пивным вкусом просто она сделана с натуральных ингредиентов на естественно натуральные ингредиенты такие как клубника вишня они перебраживают дают свои особые длинные такие вот фруктовые но тачки они химические какие-то там ароматизаторы поэтому все натуральное запахи меняются и кислинка еще есть кислинка легкая кислинка во вкусе не такой кисляк как обычно кисляки делают очень приятная со своим вкусом запахом цветом совсем своим очень приятное и вкусное пиво очень оригинальное классно буду сайзаны делать я думаю со смородины с клубники с малины ну чё-нибудь еще подобавляю то что на огороде растет буду пробовать классный вариант рекомендую так что варите хорошее пиво пейте наслаждайтесь жизнью подписывайтесь на канал пока